Техника в Березняках работает бесперебойно. Рабочие заканчивают обустройство пешеходной зоны около ДК «Юность». И это лишь малая часть проекта благоустройства всего парка. Земля оформлена. В прошлом году здесь поставили детскую площадку с мягким покрытием, скамейки, урны, сделали освещение, проложили первую пешеходную дорожку. В этом сезоне делают дорожку с другой стороны парка и его ограждения. Сейчас уже хорошо видно, как задуманное на бумаге воплощается в жизнь. У нас три одинаковых таких вот, с мягким покрытием. Это и в Березняках, и в Сладково. Ну, то есть крупные населенные пункты и обужение. Чтобы они друг на друга не обижались. Вы поставили три, логично. Ну, все, хорошо, да, удобно. А свет есть? Свет есть, да, у вас? Свет есть, лавочки есть. Естественно, что мне не очень, как бы, вот этот песок нравится вокруг. Посмотрите, может, тоже какую-нибудь травку подсейте. Первое очертание парка в Березняках уже есть. Оборудовано видеонаблюдение с уличными камерами. Готовится к монтажу ограждения территории парковой зоны. Так что все элементы безопасности здесь предусмотрены. Мы договорились со всеми главами поселений, что в каждом крупном нашем населенном пункте должен быть свой мини-парк. То есть такая своя пешеходная зона для отдыха. Пусть небольшая, где-то больше, где-то меньше. Вот в Березняках, например, молодцы. Пошли по такому пути. Сделали мини-парк на традиционном месте, около Дома культуры. Это будет чуть проще за ним, естественно, ухаживать. И территория уже, как говорится, привычная для людей. Вот часть уже сделана. Первые дорожки, освещение. Вот неплохую детскую площадку современную поставили. Все. И уже по вечерам это уже место притяжения. Уже очень много народу. Естественно, сегодня жители нас подгоняют в Березняках. Давайте доделывайте скорее. Это серьезный элемент благоустройства. Да, он будет огорожен забором. Но это уже мини-парк. Конечно, двери будут всегда открыты. Сегодня в рабочей поездке главы района принял участие советник председателя Московской областной думы Сергей Двойных. Он отметил, что благоустройство – это та тема, с которой чаще всего жители обращаются в его приемную. Хочу взять на свой контроль те работы, которые проходят у нас по всем поселениям, по многим поселениям нашего района. И взять на контроль сроки и качество выполняемых работ по благоустройству. Ну, знаете, любое такое движение в эту сторону, оно похвально. Учитывая, что жители наши к вопросам благоустройства сегодня особое внимание уделяют. Было время, когда мы на территории мечтали только о школах, детских садах, спортсооружениях. Но сегодня вроде бы мы динамично развивающиеся районы и уже имеем право говорить о благоустройстве. И жители, естественно, тут же нам об этом сигнализируют, что дайте нам сегодня чистые, красивые улицы. Это очень важно. Если вы подойдете к этому вопросу неформально, не с точки зрения отчетности квадратных метров, покрашенного, вкопанного, освещенного, то это, конечно, да, я думаю, эта работа будет очень полезна, но только неформально. Только неформальные отношения. Нам очень важно, чтобы это было красиво, светло и очень удобно для людей. Наталья Артемова, Татьяна Трушкина, Сергей Власов. День города.